Привет! Это Камчатка с Александром Петровым, и мы продолжаем наши еженедельные выпуски «Камчатка. День за днём». В этих выпусках я, пользуясь различными старыми документами, но в основном газетными публикациями советского периода, рассказываю о том, что происходило на полуострове в различные годы века минувшего. И Боже вас сохрани! Не читайте до обеда советских газет! Да ведь других нет! Вот никаких и не читайте! Сегодня мы узнаем о том, что делалось на Камчатке с 15 по 22 июля разных лет прошлого века. Кстати, напоминаю, «Ща» значит «Щаранской» – совестливость, рукопожатность, интеллигентность, креативная партия, свободы совести, КПСС. А мы приступаем к нашим увлекательным краеведческим изысканиям. Камчатская правда сообщает о том, что в бухте Ассора, Карагинский район, закончено строительство пекарни. Она будет обеспечивать хлебом трудящихся оленеводческого совхоза и работающих на строительстве, проводимом в районе пухты. Пекарня, пишет газета, имеет все необходимое оборудование для высококачественной выпечки хлеба. Но это не точно. День следующий, 17 июля, 40-й год прошлого века. Та же самая главная газета Камчатского края Камчатской области. Камчатская правда пишет, что в конце июля на Камчатку приезжают из Белоруссии переселенцы. К их приезду колхозы Петропавловского района должны хорошо подготовиться. Основное построят домики и надворные постройки. В колхозе Пути Ильича построено будет 20 домиков. 10 уже готовы. Другие 10 находятся в готовности от 30 до 80%. К 1 августа все домики будут готовы. Колхоз имени второй пятилетки также встретит 20 семей новых колхозников. Для их жительства уже готово 12 домиков. 8 находятся в периоде строительства. 18-й день июля 1937 год. И вновь газета Камчатская правда пишет, что Коряки познакомилась с кино года два назад. То есть в 1935 году. За это время оно завоевало там любовь и прочно вошло в путь, как одно из самых сильных средств политического воспитания. Фильмы демонстрировались в селах Пенжинского района, Алюторского района, в Ковране, Утхалате, Морошечном и Сопочном, в селениях Тибильского района. Коряки, пишет газета, жаждуют ознакомиться с богатой жизнью своей страны. Экран приходилось вывешивать и на улице, на стене какого-либо сарая и внутри юрты и в клубе. Одним словом, где придется. Коряки, ламуты и тельмены, камчедалы полюбили кино. Это точно. Но далее газета пишет, что в прошлом году, то есть в 1936 году, когда в Корягской округ отправляли четырех механиков, им сказали, что в округе находятся четыре киноаппарата и пятнадцать фильмов. На месте оказалось иное. Аппараты исчезли неизвестно куда, а из пятнадцати картин удалось найти в разных пунктах всего восемь. Случайно найденные два аппарата были отремонтированы. Кстати, я напоминаю, что полностью с газетными публикациями и документами, которые используются в выпусках «Камчатка. День за днем», можно познакомиться на моем канале сервиса «Яндекс.Дзен». Если вы пройдете по ссылке в описании под роликом, то вы сможете перейти на этот канал. Кстати, канал на «Яндекс.Дзене» называется так же, как и этот канал. «Камчатка» с Александром Петровым. А мы продолжаем наши увлекательные чтения. 19 июля 1969 года газета «Камчатский комсомолец» сообщила, что в северном селе Аянке для молодежи села строится общежитие. Возводит его бригада Юрия Ковальчука. Скоро 52 молодых сельчанина станут новоселами. 20 июля, год 1941. «Камчатская правда». По радио из Паланы стало известно, что трудящиеся Корягского национального округа своими сбережениями помогают нашей Красной Армии быстрее разгромить врага. Рыбаки Алюторского района решили передать в фонд обороны двудневный заработок. В Палане граждане вносят свои сбережения в банк. Всего поступило уже 17 100 рублей. День следующий, 21 день июля 1918 год, газета «Камчатский вестник» сообщает, что сегодня, то есть 21 июля 1918 года, уходит из Петропавловской яхты адмирал Завойко следующим рейсом. Усть-Озерная, Командорские острова, Хакодата, Владивосток, Охотск, Бежига, Тигиль, Петропавловск. Помимо этого яхта зайдет, пишет газета, и в другие пункты западного побережья за делегатами на второй областной съезд. Последний день, который мы сегодня рассмотрим, это 22 июля 1923 года. В газете «Полярная звезда» редактор этой газеты, краснобандит и агитатор Виталий Толкачев, более известный под кличкой Укручина, «Сказочный долг, но я...» Публикует мерзкие стишата. «Воздушный флот, труда, плод, взбивайся, рвись в лазурну, выистом с облаков, сорви богов, их сбрось на земь, пусть тонут всем, они видны, широк гараж, свободы, страж сверлит лазурь» и так далее. Толкачев по кличке Кручина использовал газету, которую он редактировал, для того, чтобы в каждом номере публиковать не менее одной, одной своей графоманской рифмованной поделки. Тьфу! Тьфу! Мерзость какая! Судьба его наказала! На сегодня все. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится один раз в неделю узнавать от меня, что происходило в эти дни различных лет на полуострове, пишите комментарии. Не забывайте о том, что один раз в месяц на канале проводится розыгрыш какого-нибудь моего фотоальбома среди тех, кто сделает пожертвования, так называемые донаты, на номер карты указаны в описании под роликом. А если вы здесь впервые, то, пожалуйста, выполните вот эти вот рекомендации по подсказке в правом нижнем углу экрана, для того, чтобы не пропустить новые видео на канале. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова